Вначале я хочу поблагодарить организаторов за приглашение на этот семинар. Мой доклад называется «Времена года Мерчи Элиады. Жара и холод». В цикличное время Элиады, в его миф о вечном возвращении, казалось бы, не может не вписываться в анализ годового вращения четырех сезонов. И тем более это должно отразиться в его дневнике. А им я занималась и занимаюсь последние семь лет. Дневник «Челмайперсонал», самая личная по признанию Элиады его произведения, является и самым объемным из более сотни его книг, и самым долгим. Дневник охватывает более 40 лет эмигрантской жизни Элиады, его хронологические рамки 1941-1985 годы, после Второй мировой войны Элиады был лишен возможности вернуться в Румынию и жил в Португалии, Франции, а затем в США. Элиады писал дневник только на родном румынском. Но опубликован он был сначала на французском в 1973 году, затем на английском в 1977 и других языках. Лишь после смерти автора дневник вернулся на родину. В 1993 году он был вызван в Бухаресте на языке оригинала. К сожалению, на русский язык дневник не переведен. Итак, повторю и подчеркну, одна из ключевых тем в творчестве Элиады, научном и художественном, и в дневнике в особенности, – это тема времени. Вращение-возвращение времен года отражено в дневнике, но не совсем так, как ожидается. В дневнике нет специальных размышлений автора над вечным возвращением сезонов. Таких размышлений, которые есть по поводу других циклических образов, скажем, лабиринта. То есть нет, так сказать, метатекста времен года. Дневниковое воплощение круговорота времен года тоньше. Оно реализуется на уровне картины мира писателя. Лексемы, обозначающие времена года, примывара, вара, туанна, ярна, весна, лето, осень, зима, встречаются в тексте нечасто. Обычно при указании на год описываемого события. Примеры. Я вновь переживаю лето 1935 года, запись от 2 мая 1942 года. Не поднимался на румынские горы с лета 1939-го. Первый раз встретился с ним в Париже весной 1949-го года. Это был наш любимый маршрут летом 1941-го года. Я познакомился с ним в доме Досгубты зимой 1929-го года. Мне вспомнился один из дней осени 1959-го года. И так далее. Сравним со схожим, но более подробным указанием на год, месяц и время суток. Например, цитата. «Вспомнил, когда и как я читал его». Речь идет о романе Джойса Улисс. «На улице Кромвеля между двумя-четырьмя утра в августе 1940-го года во время воздушной тревоги». Запись сделана 3 декабря 1968-го года. Такая временная детализация, в том числе и с указанием времени года, способствует созданию того, что Татьяна Николаевна Свешникова назвала пространственно-временной сеткой, опутывающей события в мемуарах Элиады. И все же в дневнике время года чаще не называется, а подсказывается. Во-первых, в заголовке записи традиционно для дневника Элиады указывают месяц, называют месяц, или дату и месяц, например, 13 апреля, 7 октября и так далее, тем самым указывая на время года. А во-вторых, в самом тексте записи могут встречаться фенологические описания, служащие косвенным указанием на время года. Например, просыпаюсь утром от снежной бури, бьющей в мое окно 13 января 1945 года, вижу распустившиеся тюльпаны 10 мая 1978 года, деревья медленно теряют листья 5 ноября 1978 года. Впрочем, читателю следует быть весьма осторожным с подсказками, такими подсказками времен года. Иногда они способны вести в заблуждение. Скажем, сегодня утром меня разбудил шорох падающего снега, за полчаса все стало белым, запись сделана 10 мая 1953 года, четвертый день подряд идет снег, 4 апреля 1975 года. Невероятно жарко октябрь 1976 года, очень жарко, даже душно 31 декабря 1977 года. Мистраль, мы просыпаемся холодным весенним утром 10 августа 1979 года. День великолепный, но слишком жаркий 23 декабря 1981 года. Конечно, здесь нужно учитывать, что записи сделаны автором многопутешествующим, в том числе и по разным климатическим зонам, где подобные погодные аномалии, на взгляд европейца, таковыми не являются. Так о снеге в апреле Леадо писал, находясь на севере Америки, а о жаркой погоде зимой в Мексике. Однако большинство характеристик применимо к любому периоду года и носят универсальный внесезонный характер. Например, «тимпл магнифик» – «великолепная погода», «время форепереке де фурмасе» – «несравненная по красоте погода». В румынском «погода» – «это и время» – «славянское заимствование», и «тимпл» – «в первом, в основном значении» – «время». Или со знаком «минус» – «время мезерабиле», «тимпл урибил» – «отвратительная, ужасная погода». Иногда абсолютно одинаковые описания даны дням из противоположных сезонов. Например, «зи форепереке де фурмасе» – «несравненный по красоте день». Так олеады характеризуют и 16 января, и 30 августа 1973 года. А «зи супербо» – «великолепный день» – и 3 января, и 22 июля 1974 года. И все же определенные времена года особо выделяются авторам. В вчерашних, да и сегодняшних докладах, в которых рассматривалось членение годового цикла в разных культурных традициях, у разных этносов, у разных авторов, было как показано, что год, годовой цикл может включать в себя два основных элемента, а может быть трех, четырех и более частных. Причем эти части не обязательно равны подлительности. Вот в продолжение у Элиады основой мифоритуального сценария становится два времени года. Это противоположные по характеристикам и по семантике зима и лето, хотя они и не всегда называются. Эти два сезона формируют год у Элиады, а переходные – весна и осень – остаются в стороне. Зима. Для Элиады зима – это в первую очередь не столько холод, то есть температурный показатель, сколько снег – западе, или глагольная форма, а ниндже – идти о снеге, и сугробы – троенели. Примеры. 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 Со вчерашнего дня идет снег, сугробы, как в бухарестские зимы 19 декабря 1973 года. Инчеписе нинге. Начинается снег 1 декабря. Зепаде, как ернили настры в Румынии, диакум зимитати десекул. Снег, как в нашей зимы в Румынии, полвека тому назад, 7 декабря 1977 года. «Снег шел всю ночь, улицы в сугробах» 13 января 79 года. «Сугробы высокие, как и весной 1917 года в Бухаресте». Запись сделана 14 января 79 года. Что заставляет Элиады не просто выделять зиму, но описывать суровую, так сказать, румынскую зиму, скорее соответствующую другому нашему здешнему климату. Это явствует из приведенных выше примеров. Зимние снежные картины переносят его в прошлое. Бухарестские зимы снадовятся своего рода временем сновидений и вечным эталоном. Дневник фиксирует каждый случай соответствия этому эталону прошлого. «Каиньернили нуастре», как в нашей зимы. В личном сценарии Элиады зиме противопоставлено лето и по следующему принципу. Если у Элиады зима существует и в настоящем, и в прошлом, как видно из примеров выше, снег сегодня, как и тогда, то летняя жара навечно осталась там, ило темпура. Лето в дневнике почти без исключения существует только в тексте воспоминаний. Зима Элиады – это холодный снег, а его лето – кэлдурэ, аршице, каникулла, жара зной, зэдух, недуф, духота. Элиады вспоминают и о жаре в Калькутте, в Индии, где он жил в конце 30-х годов. Там жара переносилась им только благодаря тому, что, цитирую, «в комнате на Райпон-стрит был гигантский вентилятор, и стены были каменные». Запись от 3 июля 1976 года. Неуверенно, со знаком вопроса, называя 1946 год, Элиады пишет и об июльском зное в Париже, где в гостиничном номере можно было спать, только полив пол. Но в первую очередь это лето, жара в родном Бухаресте. В параллель бухарестской зиме, что делает румынский климат резкоконтинентальным. Элиады описывает «верь дин букурешт адолесченцы ши тенерецей мэле». Лето в Бухаресте – времен моего отрочества и юности. Обратим внимание на множественное число «верь» – единственное «варе». То есть речь идет не о каком-то определенном годе, а именно о сезоне, и что она для нас существенна – о повторении. Для Элиады воплощение его румынского прошлого, его золотого века – родной дом, дом детства. А мансарда, его комната в этом доме, семиотический центр этого дома, описывается как средоточие летнего зноя. Примеры. Мансарда раскалялась так, что невозможно было выносить жару, не раздевшись до гола. «В мансарде настрада мелодии я работал голым, рядом стоял таз с водой, куда я окунал лицо каждые четверть часа». Запись 3 июля 1976 года. Подчеркнем – работал. «Этот изнуряющий зной и в Индии, а главное – Бухаресте, был особенным временем Элиады, временем не только жаркой юности, байроновской «hot youth», но и творчества. С жарой в мансарде в первую очередь связано его становление как ученого и писателя. Таинственная метаворфоза, превратившая Шалапая в серьезного автора». Так он пишет о себе 3 июля 1976 года. «Эта жара, терзающая город, вырвется за рамки воспоминаний и проникнет в художественную прозу Элиады. Для меня Бухарест есть центр неисчерпаемой мифологии». Скажет он в «Испытании лабиритма» известным интервью, данным им журналисту Клоду Анри Роке. Действительно, этот залитый зноем город, каким он остался в памяти писателя, один из персонажей произведений Элиады. Картину «Летнего зноя» мы находим, например, в новелле «У цыганок» «Ла цыганч». Она была опубликована в переводе в иностранной литературе. Гаврилеску, главный герой, учитель музыки. Едет на урок в трамвае, страдая от жары. Он вытащил платок и долго утирал лоб и щеки. Потом принялся обмахиваться соломенной шляпой. Этакого пекла с 1905 года не было. Выйдя из трамвая и пройдя немного по улице, он прислонился к дому, снял шляпу и стал обмахиваться, чувствуя над головой раскаленный до бела слепящий свет. Это не просто зной, но зной в городе. В раскаленном трамвае было нечем дышать. Улица дохнула зноем, запахом расплавленного асфальта. Асфальт дышал жаром, обжигал рот и щетки. Далее происходит нечто странное. Гаврилеску зашел в дом с большим садом, называемый в народе «У цыганок», и вышел оттуда 12 лет спустя. А ему они показались несколькими часами. В своем провале во времени герой венит, среди прочего, и невыносимую жару. Жара, как в аравийской пустыне. Столица дышит жаром и в знаменитой таинственной новелле на улице Монтуляса, Пестрада Монтуляса, где жара лета становится едва ли не персонажем. Сюжет на улице Монтуляса таков. Старик Захари Фрымы, называющий себя бывшим директором школы, приходит к майору госпезопасности Василию Борзе, своему бывшему ученику. Действие происходит в послевоенной Румынии. Фрымы идет к Василии по раскаленному Бухаресту. Солнце полало вовсю, как и положено летом, да еще в середине дня. В пути старик, утомленный жарой, едва не теряет сознание. Цитата. «Он прислонился к стене и принялся обмахиваться шляпой», сравним с почти идентичной фразой в «Цыганок». Прислонился, стал обмахиваться шляпой. Фрымы рассказывает Василию и другим следователям долгую историю, в которой с трудом различимы вымысел и реальность. Когда те пытаются поймать его на несоответствиях, Фрымы пытаются оправдаться переутомлением. «Такая жара, невыносимо жарко», – несколько раз повторяет он. Эти примеры можно продолжить, анализируя семантику жары и ее роль в сюжете. Итак, в дневнике достаточно очевидно выстраивается оппозиция двух сезонов, спроецированных на время. Во-первых, это прошлое, раскрашенное и зимними, и летними красками, и настоящее, засыпанное зимним снегом. При этом, спускаясь в лабиринт прошлого, называют это «Коборинт ин лабиринту тимпулу трикут», Элиады не противопоставляет, а сближает холод бухарестской зимы и жару румынского лета. Их объединяет соотнесенность с образом потерянного рая, и они становятся единой точкой притяжения. Кроме временного, в оппозиции «Зима-лето» актуализован и пространственный аспект, типичный для балканской фольклорной картины мира, противопоставление родина-чужбина. Лето – это прежде всего бухарест времен юности, то есть родина, а зима – изгнание, эмиграция, чужбина. Так в дневнике происходит явление взаимопроникновения пространства и времени, описанное Владимиром Николаевичем Топоровым. Время сгущается и становится формой пространства, оно специализируется. Пространство же, напротив, заряжается внутреннеинтенсивными свойствами времени – темпорализация пространства. Настоящее окрашено у Элиады в зимние цвета и в другом плане. В архетипической картине мира смена времен года антропна, она олицетворяет чередование жизненных периодов. Весна – пробуждение природных сил, начало – юность, лето – расцвет, осень – зрелость, а зима – конец пути, старости – смерть. И с этой точки зрения дневник Элиады – зимний текст. И дело не столько в возрасте автора. Он ввел дневник с 34 до 78 лет. И молодость, и зрелость, и старость. «Конец жизненного пути» – тема, привлекавшая Элиады всегда. Почти на первых страницах дневника читаем. «Постоянно думаю о жизни после смерти» – автору 34 года. Среди кратких трактатов, которые я хотел бы написать, будет один, посвященный проблеме постморта. «Он неравнодушен к судьбе своего наследия. Умереть и знать, что оставляешь мир, который разовьет твои идеи – вот та смерть, которой я желаю». Задолго до того, как в дневнике Элиады появится и станет почти постоянной тема упадка сил, болезней, а это случится в конце 70-х годов, записи в нем зафиксируют предчувствие скорого конца. «Жду, что в любой момент со мной может что-то случиться. Думаю о случае, если мне придется покинуть этот мир раньше, чем рассчитывал. Записи конца 60-х – начало 70-х годов». То есть раньше, чем жизнь даст поводы, реальные поводы для таких записей. Дневник и завершается зимой. Последняя запись в нем датирована декабрем 1985 года, а скончался Элиады в апреле 1986-го. Последняя сцена в нем зимняя, хотя рассказывает о пожаре, случившемся в доме Элиады. Приехавшие пожарники тушили пламя из бронспойта, и из-за ужасного мороза вода, бегущая потоком по лестнице, замерзала сразу же на тротуаре. Картина зимы. Так оказывается, что у Элиады, во всяком случае, в дневнике другие произведения требуют специального отдельного рассмотрения, при перетене циклического сезона и линейного прошлое-настоящее времени, олицетворяется оппозицией жара-холода-жары или зимы-лета. Ну, в общем-то, все. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Я думаю, будут, потому что интересный доклад. Пожалуйста. Вы знаете, я только бы сказал, что снег в мае и даже в июне, где-то откратко встречался с дочкой Петербургом. Да, благодарю. Он не был. Эти записи относятся к сделанной в Канаде, в Северной Америке, где, наверное, это, да, не исключение. Пожалуйста. Трудно ли разграничить семантический темп как время и как погода? Нет ли там такой двусмысленности? Да, я поняла. Алексея Матинпул, да? Она действительно в первом значении – это время, во втором значении – погода. В тех случаях, когда я встречала это в дневнике, контекст позволял вполне чётко провести линию между погодой и временем. То есть шла дальше расшифровка деталей погоды, что предполагало всё-таки считать это погодой. Дневник написан, если я правильно поняла вопрос, о дневнике. Дневник он писал на румынском, но опубликован при жизни его. Он был сначала на французском, и затем на английском переведён. Перевод был сделан не самим Элиады, хотя на французском и английском он писал свои научные работы и издавал, но с помощью, всегда присутствовала работа редактора. И только уже пост, его постсмертная публикация была на румынском. Русские субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok